Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдет об одной из самых интересных книг-воспоминаний, которые попадались мне в последние годы. Это воспоминания Матье Дюма. Это избранные главы из его огромных, многотомных записок, мемуаров, которые не переиздавались и не переводились на русский язык. И, в общем, давно бы канули в лету, если бы не биография самого автора. Ну, начну с главного. Матье Дюма. Дюма это как Иванов или как Смит в Англии. Не надо, пожалуйста, думать, что это очередной Дюма. Младший, старший или побочный. Это французский генерал наполеоновской эпохи. Человек, чья биография просто диву даешься, когда ее читаешь. Чья биография абсолютно удивительна. Я думаю, что Виктор Гюго, выдумывая своих персонажей для 93-го года или для отверженных, он просто обзавидовался бы, если бы у него в руках были вот такие мемуары Матье Дюма. Но эти мемуары – это только часть его жизни. Он далеко не литератор. И еще одно впечатление, которое я поверх, собственно говоря, его биографии хотел бы вам предложить. То есть воспоминания эти прежде всего доказывают всю несостоятельность идеи исключительности роя личности в истории. Да, конечно, Наполеон, безусловно, был гений. Местами злой, местами добрый. У гениев это бывает. Но это был человек исключительных дарований и потрясающих душевных качеств. Вот. То же самое можно сказать, это да, я полемизирую в данном случае с Львом Толстым на полную, потому что образ, конечно, Наполеона, который дан в войне и мире, ну, мягко говоря, он карикатурен, скажем так. Точно так же, как и многие герои этой эпохи, Матье Дюма, он легко мог занять и другие посты. Легко его судьба могла сложиться, а там было, считая, случайностей головокружительных, которые не снились никакому боевику голливудскому, да, значит, особенно в эпоху революционных событий во Франции. Значит, его судьба могла сложиться по-иному, и, допустим, у нас был бы вот не Буонапарта, а Матье Дюма. Почему нет? Потому что это потрясающий человек, как и многие люди той эпохи. Во-первых, отважный воин. Во-вторых, такой очень целеустремленный и талантливый карьерист. В-третьих, хозяйственник каких поискать. Он, может быть, и хотел бы иной карьеры. Он, может быть, и хотел бы быть, значит, ну, он, прежде всего, конечно, смелость и прямая отвага очень ценилась и Наполеоном, и его окружением. Значит, и он был, прежде всего, боевой генерал, да, а не кто-нибудь. Но, как бы он не хотел другой стези, Наполеон прекрасно видел людей насквозь, он знал его дарование, да, и он назначил, допустим, его при короле Неаполя Жозефе, значит, братья Наполеона, вот, министром, и посадил на хозяйственную деятельность. И во время зимней кампании 1812 года, которую мы знаем как Отечественную войну, да, 1812 года, он был ни много ни мало, как генеральным интендантом Великой Армии, как называлась Армия Наполеона. Вы можете себе представить масштаб должности, значит, сложность хозяйственных задач перед ним стоящих, управленческих задач. Более того, в конце 100 дней Наполеона он практически сумел собрать ему новую армию. Но то и только Ватерлоу поставила точку на этой деятельности Матери Дюма. Вот что это было за человек. Значит, родился он в 1753 году, я заглядываю в предисловие, потому что там много нюансов, вот, в совершенно небогатой, незнатной семье, в общем, да, вы, серединка на половинку, да. Да, у него стартовые данные были, может быть, немножко лучше, чем у бедного, никому неизвестного корсиканца, ну и только. Вот дальше это прихоти судьбы, каких мало. Во-первых, он поучаствовал деятельно, с невероятной отвагой, очень большим азартом, ну и, надо сказать, талантами человеческими военными. В войне США за независимость. Как мы помним, Франция активно помогала, и не только деньгами и оружием, значит, вспомним биографию Бомарше, но и конкретно военными, военспециями, да, и десантом своим, значит, помогала в молодой американской республике, в пику Англии, как вы понимаете. Вот, и помогала очень успешно. Джордж Вашингтон писал о Матье Дюма как о, значит, очень талантливом и хорошо зарекомендовавшем себя офицере. Он прошел там многое, он там осаждал Чарльз Таунтон, ну, много всего. Посмотрите, значит, соответствующее кино с Мэлом Гибсоном, если плохо помните эти события. Ну, я в шутку, конечно, предлагаю, и уж, конечно, это совет не для историков-профессионалов, историческую киносказку смотреть. Так вот, вернувшись во Францию, он попал в аккурат под раздачу всех революционных событий. Он эмигрировал и провел какое-то время в Лондоне, потому что он был в ужасе от происходящего, и попал, значит, в список неблагонадежных, да. Потом он вернулся, в самые опасные моменты своей жизни он находился на нелегальном положении, да, потому что тогда уже гильотина работала безостановочно. Вот, это человек, который принимал участие в событиях 14 июля. Именно Матьея Дюма был автором записки о парижской милиции. Это, собственно, указ, который, значит, обеспечивал юридически организацию вот тех самых добровольческих сил, да, правопорядка, которые стали потом национальной армией народной, да, молодого революционного государства. Вот, много чего было на его веку, да, и в конце концов несколько раз чудом он избегал смертной казни, спасался. При режиме Наполеона он тоже далеко не сразу, значит, но памятуя его прошлые подвиги, его все-таки, ему дали должность, он быстро продвинулся по военной карьере. Но, как я уже говорил, может быть, он и хотел бы какие-то другие политические или общественные амбиции проявить, да, но он был отличный хозяйственник, судя по всему. И Наполеон это очень ценил, хотя осерчал на него за его мнение по некоторым важным вопросам. В частности, по вопросам, что делать дальше, значит, ждать ли какого-нибудь послания от императора Александра в сожженной Москве, или двинуться на Петербург, или делать еще что-то. Конечно, если Наполеон поступил по-другому, история сложилась бы крайне, крайне не похожа на то, что мы имеем сейчас, да. Вот. А неправильно принятое решение после Бородино, оно стоило Наполеону армии, карьеры, трона и в конечном итоге жизни, да. Вот. А что же было с Матью Дюма после того, как Наполеоновская эпоха ушла в прошлое? Он был военным мемуаристом. Девять томов военной истории Наполеоновской эпохи. Это не код чихнул, это серьезно, да. Девять томов, да. Плюс мемуары, плюс все, он до последних дней депутатствовал, его и забирали при новом режиме, значит, при Войе Филиппе, там, так далее, значит, избирали, избирали почетно. Всю эту массу исторических сведений о Матье Дюма я подчеркнул, естественно, из предисловия. Потому что я не настолько тонко знаю французскую историю, глубоко, и чем смог, вами поделился. То есть, умер он благочинно, благополучно, всеми уважаемый, вот такой вот мемуарист. А теперь о самих записках. Вы знаете, это тот случай, когда сокращение и выборка идут очень на пользу историческому источнику, потому что, наверное, сами большие записки, точно так же, например, мемуары реального Де Артаньяна, которых он, конечно, не писал, которые тоже являются подделкой, да, вот, трехтомные, я так от начала до конца-то и не прочел сплошняком. Это, знаете ли, довольно сложный текст. Вот. Потом их использовал, соответственно, Дюма. Значит, вот Матье Дюма, соответственно, тоже величиво, с массой подробностей рассказывает обо всем на свете. Но, будучи автором своей собственной биографии, он, конечно, не мог не понимать, что принимал участие в важнейших событиях эпохи. Но в каких именно? Здесь, конечно, в показаниях путался. И он равно, подробно, насколько я понимаю, описывает самые разные вещи. Но нам-то с вами что интересно? Правильно, нам интересно Сожженная Москва, нам интересно Девятого Термидора, нам интересно, значит, Наполеоновские войны, нам интересна казнь короля и так далее. И точно так же, как в мемуарах Маркиза Дюпен, у меня был рассказ, тоже издательство «Нестра история», вот, интереснейших мемуарах, там очень ровно, гладко идет рассказ обо всей жизни. Но то, что здесь у нас, значит, издатели-переводчик выделили ключевые моменты, выбрали главы буквально, да, это бесценно. Вот, по слогу это довольно-таки сильно отдающий XVIII веком текст. Читается гладко, читается легко, но при этом это величивые рассуждения, длинные периоды. Но у Материума, безусловно, есть литературный талант. Все-таки Франция – это тоже литература-центричная нация. Может быть, не настолько, как в нашем, но, значит, литературный талант есть, очень хороши эпитеты, очень хороши портретные характеристики, хотя он не раздувает эти портреты до нескольких страниц. Я могу вам сказать о Маркезе до Варшавукова, да, и дальше пошло, поехало на несколько процессов. Но он не пишет исторические очерки, он пишет о самом себе, о своих событиях. Зато есть прелюбопытные детали, касающиеся воинского и полевого быта Наполеоновской армии, касающиеся различных интересных моментов общественной жизни, послереволюционной особенно. Это, на мой взгляд, мне интересно, да, потому что я об этом не знаю по ровным счетам ничего. Я вам об устройстве римской армии эпохи, значит, рубежа тысячелетий, да, эпохи первого века нашей эры, могу рассказать больше, чем об устройстве Наполеоновской армии. Потому что пробел в знании, очевидно, здесь мне мемоар Матьев и Дьма особенно интересна. Я думаю, эта книга предназначена и для историка, который по другим сведениям, по другим источникам многое-многое об этом знает, да, обо всем происходившем, да. Но все-таки не так много живо написанных, интересно, значит, переведенных, хорошо переведенных мемуаров той эпохи, да. А здесь его связи, его знакомства, его биография касаются первых имен, самых главных имен конца 18-го, начала 19-го столетия, да. А здесь у Матьев и Дюма просто такой, так сказать, материал для воспоминаний, что только обзавидуешься. И, конечно, книга бесценна для читателей, которые просто интересуются историей Франции. Это, по-моему, роскошный подарок русскому читателю, которого мы, может быть, долго ждали. Спасибо за внимание.